Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Или аще просит яйца, и да подаст ему скорпию, аще убавы зли суще, умеете даяние блага, даяте чадом вашим, кальми пачи Отец, и же с небесе, даст Дух Свят просящим у него. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня среда, 5 ноября. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 11 глава, с 9 по 13 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читаем небольшой евангельский отрывок от Луки. Это вновь продолжение назидания Спасителя о необходимости молитвы, о настойчивости в молитвенном прошении. Вообще, в целом, если мы посмотрим на Священное Писание, повнимательно постараемся изучить его, то увидим, что Господь постоянно молится. И вот даже его внешний пример, он дает для нас, делает для нас огромное назидание. Он, будучи Бога человеком, постоянно, непрестанно обращается к своему Отцу с тем, чтобы Он укрепил его в его дело, в его делании. Без сомнения, это есть назидание каждому из нас, и все мы должны постоянно обращаться к Богу, и наше обращение должно быть искренним и сердечным. Господь говорит, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому отворят. То есть, этими словами Господь хочет сказать нам, что нет молитвы, которая бы осталась без ответа. Но нам ведь порой кажется, что Господь не слышит нас. Ведь что-то внешнее, то, о чем мы просим, казалось бы, не изменяется. И мы продолжаем жить вот в том состоянии, может быть, не всегда хорошим, как кажется нам. Нас окружают те люди, которые не всегда приносят нам радость и удовольствие, и пользу, а может быть, наоборот, доставляют какие-то скорби, переживания. Как же быть тогда? Как же ответить на этот вопрос, почему Бог допускает какое-то зло в мире, если мы постоянно молимся о мире? Почему же Бог допускает смерть, и порой смерть тех людей, которые бы, может быть, и никогда не были бы достойны ее, и когда они бы могли принести огромный плод и пользу, но она настигает их? Как же рассмотреть все те невинные жертвы, которые мы, с которыми мы встречаемся постоянно и сегодня с вами? Как же ответить на все эти вопросы, если мы постоянно молимся о мире, если мы постоянно упрашиваем Бога и просим Его, чтобы Он дал бы, вот как говорится здесь в Сущемном Писании, своего Духа Святого, сделал бы нас достойными Царства Небесного, чтобы обратил всех к вере. Но этого не происходит, и многие уходят, не дождавшись ответа от Бога, многие уходят, не дождавшись ответа от Церкви, и попросту не могут разобраться с тем, что же происходит в жизни, и порой, иногда даже, к нашему сожалению, или к сожалению многих, попросту теряют свою веру. Как же ответить на этот вопрос? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно нам внимательно изучать Священное Писание, нужно погрузить свой ум в то, что же означает вот то дело, которое совершит для нас Бог. Ведь Господь пришел в этот мир и совершил искупление всякого человека. Он избавил нас от смерти, но смерть не перестает существовать. Он сделал нас достойными, он сделал так, чтобы мы, и дал нам возможность быть достойными Царства Небесного, но не всякий из нас может попасть туда. Как же понять вот такое различие, которое, как кажется, не может согласоваться? Во всем этом лежит, без сомнения, свободная воля человека. Во всем этом лежит не просто наше желание и хотение, но мудрый и божественный промысел Спасителя, но мудрый и божественный промысел Божий. И если мы не получаем, как нам кажется, просимое, то это продиктовано мудростью и любовью Божией к человеку. Ведь посмотрите, и мы с вами воспитываем детей, и не всегда даем им то, чтобы они у нас просили, потому что мы с вами знаем, что будет полезно ребенку или нет. Или, может быть, иногда ему требуется дать что-то не совсем приятное, какое-то лекарство, дабы он исцелился, дабы он вновь возвратился в здоровое состояние, от чего он будет плакать и кричать. Но мы это прекрасно знаем и понимаем, но ребенок не всегда это может понять и услышать. Вот этот элементарнейший пример, это наше, так сказать, земное, земные мирские понимания дают возможность осмыслить то, как промышляет Бог о мире и то, как промышляет Бог о любящих его. Более того, в Священном Писании говорится о том, что скорби христианин должен нести, но на этом мы сегодня внимание акцентировать наше не будем. Итак, посмотрите дальше, 11 стих. «Какой отец ваш, когда сын попросит у него хлеба, даст ему камень?» Действительно, в Палестине белый известняк очень был похож на небольшие булочки хлеба, и поэтому кто вот так сделает, как бы обманув и посмеется, будучи отцом над своим сыном? Вот, кстати, этот же пример, тогда, когда дьявол осушает Христа и говорит ему, «Если ты сын Божий, когда Господь залкал в пустые, то и сделай вот из этих камней хлеб». Ну, вот сам по себе вот этот вот белый известняк был попросту похож на такие булочки хлеба, и вот, ну, опять же, возвращаясь к нашему примеру, к нашей притче, которую дает нам Господь, вот кто такое сделает для своего сына? Ну, никто не будет так смеяться. Дальше, или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы. Ну, по-видимому, здесь под змеей, разумеется, угарь, а угарь у иудеев считался нечистой рыбой, которую вкушать было нельзя. Ну, и вот опять же, да, кто вот так вот даст своему сыну, который будет просить рыбу, даст ему нечистое, что-то нечистое, чтобы он осквернился и тем самым посмеется над ним. Следующий пример, да, итак, если попросит яйцо, даст ему скорпиона. Скорпион, ну, когда складывает свои щупальца, складывает хвост, он, как описывают путешественники, очень похож вот на такое яйцо. И опять же, да, кто, будучи любящим отцом, даст своему сыну скорпиона вместо яйца, который бы жалил его, который бы предоставил бы ему попросту боль, от укуса скорпиона мы знаем, что может даже умереть. И вот тем самым насмехался бы над своим сыном. То есть, вывод здесь какой мы делаем? Вывод заключается в том, что Бог отвечает наши молитвы самым лучшим образом, и он никогда не будет смеяться над нашими просьбами и нашими молитвами. Бог всегда знает, что требуется человеку, и что он просит у него. Отсюда вот этот небольшой евангельский отрывок и заканчивается словами. И так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие делать детям вашим, то Отец ваш Небесный даст благо просящему Него, даст Духа Святого просящему Него. То есть, Бог над нашими молитвами не смеется, Он отвечает на наши молитвы самым лучшим образом, и никогда не сделает, вот, когда мы обращаемся к Нему, что-то еще худшее для нас. Никогда не посмеется над нами, как это может быть описывается там в мифах Древней Греции, Рима. Вот такие примеры мы с вами знаем. Итак, непрестанность молитвы, мудрый ответ, продиктованный Божественной Любовью, вот о чем научает нас сегодняшнее евангельское повествование. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день мы читали Евангелие от Луки, 11 главу, с 9 по 13 стих. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok